приветствую дорогие друзья пусть бог благословит каждого из вас есть сегодня день и значит есть сегодня та пища которую бог приготовил для нас слава господом сегодня мы коснемся с вами слова это псалом 93 14 стих ибо не отринет господь народа своего и не оставит наследие своего знаете сегодня наверное колоссальную силу имея среди человечества это дух отвержения каждой своей жизни какое-то время он пережил это отвержение на себе друзей может кто-то в семье пережил отвержение и сегодня это знаете как нередко нередко нередкий случай когда человек уже взрослый зрелый но когда он начинает вспоминать о своем детстве он начинает подымать это как отвержение как какую-то боль которая находится внутри себя и знаете это это отвержение это колоссальная это колоссальная сила которая как приводит в ущербность сегодня людей поэтому первое то чего бог начал с нами как со своими детьми с того что он нас усыновил и теперь это то что множество обетований которые пытаются исцелить нас наши отношения восстановить привести нас в эту целостность поэтому здесь то что бог говорит я не от риму своего народа знаете есть моменты в нашей жизни когда может мы находимся под духовной атакой или может это время нашего испытания когда ты не особо чувствуешь близость бога или может ты что-то сделал такое что сделал какой-то даже грех и в этот момент ты чувствуешь нет мне нету никакого прощения послушайте не стоит никогда выдавать свои чувства за истину вот почему в нашей жизни должна до нами должна руководить истина бог сказал я не оставлю и не покину может скудный сегодня момент тяжелый момент твоей жизни и дьявол пытается разрушить тебя растоптать потому что он наверно получает самое большое удовольствие в тот момент когда мы испытываем какую-то сложность и трудность и в этот момент начинать издеваться над на над нами в отношении того что богу нету до тебя дело ты для него не столь важен и делать все в таком ключе для того чтобы истязать терзать эту эту душу нет остановись дорогой брат перестань слушать сегодня лукавого сестра перестань сегодня слушать лукавого его имя это наш мучитель он на самом деле он терзает но начните сегодня прислушиваться возможно к тихому голосу бога откройте сегодня свое сердце к тому чтобы слышать бога не поленитесь даже в том чтобы открыть перед собой святое описание возогреть те обетования которые касаются непосредственно вас и сказать дьявол смотри бог сказал он не оставит поэтому не стоит это пытаться вложить в мой разум один сегодня этот шлем спасения возьми сегодня этот щит веры который и слово будет для того чтобы отразить эти стрелы лукавого огненный который пытается мучить и и ранить в каждого из нас есть сегодня то снаряжение есть сегодня то снаряжение которое бог дал для нас и это то что нам необходимо этим пользоваться поэтому взбодрись вот сестра брат взбодрись я не оставлен даже если сегодня дети может муж оставил кто-то еще друзья оставили другие люди которые рядом отвернулись послушайте бог никогда не отворачивать не отворачивается и когда мы поворачиваемся к нему сердцем послушайте он всегда начинает нас поддерживать потому что временами даже когда мы переживаем какую-то травму какую-то отвержение мы можем занять позицию гордости о я жертва я такой я такой я такой я такой и в этот момент мы становимся легкой добычей для дьявола послушайте не ищите в такие времена виноватого а ищите бога который исцеляет когда мы раним свою руку мы стремимся к тому или какую-то часть нашего тела мы стремимся для того чтобы обработать для то чтобы быстрее пришло исцеление кто-то целитель нашей души наш бог поэтому не давайте духу отвержения знаете как делать раны глубже и превращать эти раны в язвы помните есть бог который исцеляет который восстанавливает с миром божиим аминь